Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и время немножечко рассказать вам о том, где я был все эти дни, почему не было стримов, почему не было каких-то записей, и, собственно, что новое вообще в этой истории. Если вы не знаете вообще о чем речь, то обязательно посмотрите видео, которое сейчас должно вылететь в подсказочке. Так вот, история не закончилась на том, что я просто мазал лицо бодягой, кстати, спасибо за совет, очень многие советовали средства, прекрасно снимает синяки, просто-просто чудесно, рассасывает, просто отлично. Но суть не в этом. В общем, стримил я в Wolfenstein, и все нормально вроде как было, ну да, ну так, подбитый немножечко. Все вроде должно рассосаться, пройти, само собой, но все оказалось не так просто. Итак, в конце будет мораль, а сейчас рассказываю, как все было. Значит, ну, жаловаться даже было не на что, в общем, ничего не болело, но я чувствовал просто онемение. Вот здесь вот в верхней части зубов с этой стороны, ну и кожа вот здесь вот онемевшая такая была. Ну, ничего не болело, вроде нормально, должно все заживать было. И в какой-то момент я решил просто себя так ощупать. Ну, не здесь, да, а вот посмотреть, что у меня вот здесь вот где зубы вот онемевшие. Я вот из-за этого мне что-то немного напрягало, конечно. Ну, не немного, но нормально так напрягало. Я провел там по верхней... Да, кстати, если что, в этом видео будет все-таки некоторые подробности, не очень лицеприятные. Так что готовьтесь к этому, если что, я вот вас предупредил. Пока что их нет. Поймете позже, когда будут. В общем, пальцем провел под именно верхней губой, вот там вот над зубами, там вот где десна, вот это все и туда вот дальше-дальше, насколько можно. Провел так вот и опа, я натыкаюсь на что-то непонятное. Сначала я даже языком это почувствовал. Проверил с другой стороны. Ничего такого, все ровненько и гладко. Че-то, блин, торчит. И все, я сразу же думаю мысль, наверное, перелом. Те, кто читают Инстаграм, собственно, эту историю в каком-то смысле уже знают. Потому что я буквально через, наверное, полчаса, сорок минут после случившегося, ну не случившегося, да, а после уже спойлер, да, операции небольшой, я уже выложил туда фоточку, так что подписывайтесь. Я не знаю, есть у меня ссылка в описании? Нету. Она будет, обязательно будет. Так вот, пошел сразу к врачу, в больничка наша стандартная. Сначала я записался к травматологу, ой, не к травматологу, а в травматологию на самом деле, да, все правильно. Он меня отправил в другую больницу, всякие перипетии туда-сюда ходил. В общем, суть, когда пришел уже челюстно-лицевой хирург, он меня так прям резко. Причем, самое классное, он прям был похож на Джейсона Стэтэма. И это было очень забавно. Очень жестко меня осмотрел. Там все прям прошипал, да, к пальцам вообще мега жестко прям фигачил. Просто со всех сторон тут-тут-тут-тут. Все, да, говорит, перелом у тебя. Перелом верхней скуловой кости. Вот тут вот, в общем, перелом вот здесь вот где-то он был. И он сместился, как бы кость сместилась вниз. И кусок ее... Ну, вот, наверное, с этого момента начинаются нелицеприятные подробности. В общем, я его и чувствовал. Я эту кость чувствовал. Ну, естественно, поругал меня за то, что, типа, я раньше не пришел. А у меня, как бы, ничего не болело. Мне жаловаться было, в общем-то, не на что. Поэтому я, как бы, и не думал вообще идти мне, не идти. Зачем мне идти? Ну, синяк и синяк, хрен с ним. Ну, пройдет, в общем. Как выяснилось, надо было сходить и провериться, посмотреть сразу же. Он меня брать не стал, потому что он уходит в отпуск. Отдал меня другому врачу. В общем, назначил он. Ну, он меня быстро осмотрел. Сделали рентген. Он говорит, на рентгене вообще ничего не видно. То есть, этого перелома как-то даже не видно. Не знаю, не знаю, как так вот. Ну, не видно, он сказал. Осмотрел меня на ощупь, все прощупал. Сначала что-то так вот высказался. Да, в принципе, и так стоит нормально. Но, в принципе, надо исправить, да. Как он назвал это? Дернуть. Можно дернуть, и, в принципе, на место все встанет. Даже потом домой пойдешь. Дома как бы на дневном стационаре, в общем, будешь. Я пришел в один день, очень долго прождал, не успел сделать. В итоге он сказал, приходи вообще в 8 утра на следующий день. Ну, да. Не лучший мой день вообще в жизни, наверное. Один из худших, наверное. Надеюсь. Надеюсь, что хуже уже не будет. Очень надеюсь. Пришел к 8 утра. Это ранее. Я толком не выспался. И все. Ну, в общем, он обколол мне все. Лег я в это кресло. Обколол мне все. Здесь ледокаином. Изнутри, снаружи. Вот. Как оказалось, нужно было делать небольшой надрез. Вот вы видите сейчас, вот здесь вот зеленка у меня замазанная. Не знаю, насколько вот это вот все вот, 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 вот. Видно тут будет. Ну, я не знаю, надо вам это вообще, не надо смотреть. Как оказалось, совсем-совсем небольшой надрез он сделал. Я уже думал, у меня лицо напополам так располосует. И я потом буду угорать, типа, хочешь расскажу, откуда у меня эти шрамы. Но, слава тебе, Господи, он нормально все сделал. И совсем небольшой разрез. Я думаю, вообще ничего видно не будет, когда шов снимут. Сейчас у меня еще здесь нитки видны. Специально не стал ничего замазывать, чтобы, ну, как-то так вот, в общем, рассказать. О том, что, собственно, и как оно. Чтобы все видно было. Еще кто-то, кстати, умудрялся писать, что я вообще гоню, и это все фейк. Ну, да, странные люди. Окей. В принципе, интернет очень много лжи распространяет. Поэтому я их понимаю, я верю, да. Сделал небольшой надрез. И я уже потом понял, собственно, как эта операция. Ну, я, в принципе, догадывался. Но все-таки были сомнения, да. Но суть была в том, что дело... Вот сейчас совсем нелицеприятные подробности. И совсем жесть, наверное, пойдет. Поэтому, если вам неприятна вот эта вся медицинская тема, наверное, вам стоит перемотать куда-нибудь. Наверное, я тайм-код сейчас укажу, куда нужно перемотать. Так вот, делается надрез под этой костью, соответственно, открывается и берется вот обычный просто... Ну, знаете, ну, не мясной, конечно, крюк, да? Ну, медицинский такой крюк. Крюком эту кость снизу подцепляют и вверх как бы... Ну, то есть она же сместилась у меня вниз, правильно, да? Вот ее вот здесь вот подцепляют снизу и вверх ставят ее на место. Поначалу больно не было. Было, конечно, жутко неприятно и просто мегаотвратительно. Я уже, слава богу, хорошо, что мозг так работает, что он все-таки забывает плохие моменты, особенно вот какие-то вот совсем мерзкие вещи. Но вот эти вот... Это отвратительно, конечно. Эти вот звуки, когда вот одна кость трется о другую, и ты это слышишь у себя в голове, то есть не ушами даже, а в голове просто. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Это было что-то с чем-то ужасно отвратительное. И поначалу... В принципе, ну, то есть не то, что я прям там... О, боже мой, что происходит? Нет, нет, поначалу я как бы... Да, я понимаю, что мне это надо. Я понимаю, что мне это надо. Без этого никак. И черт возьми, делай это. И делай это побыстрее в голове у меня мысль. Вторая мысль... Чтоб ты сдох тот чувак, из-за которого у меня все это. В общем... Он несколько раз дергал. Не знаю, раз в семь, наверное. Это было очень много, как мне показалось. Не знаю, наверное, во время таких процедур тебе вообще кажется, что вечность прошла. Один там хруст, второй. Потом на место вроде встала. Потом еще чего-то. Потом как-то вот так вперед, назад что-то... Ох, йо. А потом под конец он... Я не знаю, как он тянул, куда он тянул, зачем, не знаю. Но он так жестко охренеть, как тянул наверх ее. Что я думал, что ее сейчас вывернуты нафиг с мясом. Вообще вырвет у меня из головы ее, к чертовой матери. Но, слава богу, я думаю, я надеюсь, я в это верю, что он знал, что делал. И знал, как тянул. Но под конец, последние два-три раза, я уже просто застонал жестко. Потому что это было больно. Уже больно, возможно, наверное, потому что размораживаться. Начало ледокаин этот проходить. Начал уже недолго, совсем действует. Может, еще почему-то оно было очень уже больно. Я уже просто застонал, так сказать. Как это еще сказать? Потому что это не особо так. Ну, не орал, конечно, да. Но было очень жестко. Потом я встал такой. А еще спрашиваю, что не вышло, что ли? Говорит, нет, почему? Нормально все вышло. Такой, ну, там прощупал, еще что-то прощупал. Вроде нормально. Ну, говорит, крюком лучше не сделаешь. Ну, в принципе, как бы, потом я уже сейчас уже смотрю. Вот эта вот штука, которая торчала, ничего нету. Все ровно, все на месте. То есть, все прям отлично. Здесь вот он ущупал тоже вроде нормально, говорит. Все встало на место. Все хорошо. Ну, вот учитывая, что всего небольшой разрезик. Ну, такая не слишком инвазивная процедура, но очень неприятная, отвратительная. И не дай ты бог, кому пережить, конечно, такое. Это даже, наверное, ну, то есть не перелом руки, там, что-то такое. Это вот у тебя прям вот на лице, да. Это в твоей голове неприятно. Мне кажется, наверное, даже к стоматологу-то ходить, ну, не так, не так противно. Вот, ну, да, наверное. Тут не сравнить даже. Возможно, только люди, побывавшие вообще совсем в самой жести, после каких-нибудь аварий, могут что-то сказать, что да, у меня было похуже. Но не дай бог, конечно, никому такого. В общем, вышел оттуда и говорю, дай мне, дайте мне на шатырька понюхать, потому что я сейчас, а сейчас, что-то как-то вот так вот поплыло у меня немножечко. Потому что он для ткани сразу начал отходить, и в течение, там, не знаю, 15 уже минут, 10 минут боль, которая вот от этой операции, она вышла вот на самый максимум. Но ничего, я как-то потерпел, и как-то вот немножечко где-то даже через час, я как раз в этот момент еще фотку в инсту выложил с таким видом ужасным битым. Я жутко болел, вот тут вот все, просто кошмарно. Но где-то через час уже немножечко отпустило, то есть где-то вот с уровня боли, наверное, 8, может быть, 7, да, когда ты вот уже кулак сжимаешь такой, думаю, сейчас просто хочется что-нибудь ударить очень сильно. И уже вот прям вот, ну то есть не можешь просто спокойно сидеть и вот сдерживать ее без эмоций, невозможно. Спустилась до уровня, где вот можно уже, то есть болит, да, но ты эмоций можешь не подавать, так сказать. Потом он мне уже выписал там антибиотики, обезболивающие, говорит, вот выпей это. Я его выпил, мне через минут 20 вообще отпустило, вообще ничего не болело. И можно даже сказать, что больше вообще не болело, ну совсем. То есть вот я выпил обезболивающие в тот же день, через там 20 минут меня отпустило, и все, и вообще больше не болело в тот же день. Это, конечно, сильно порадовало, это хороший знак, что как-то, наверное, на место все очень встало так нормально, поэтому ничего больше не болело. В общем, прошло уже 31-го мне это сделали, эту операцию. Сейчас уже я допиваю курс антибиотиков, и, в принципе, уже вот готовлюсь сейчас снова возвращаться в строй. 7-го числа у меня день рождения, как раз 7-го мне снимут шов, прям чудесно, все отлично. Везет мне как-то в 2015-м, по-моему, или в 2016-м. В 2016-м, кажется, году я очень жестко болел ангиной тоже на день рождения, так что антибиотики кололи. Сейчас вот в день рождения тоже это, как-то вот так вот оно, блин, случается. Ну, ладно, ничего, мы переживем, все. Все вернется, я надеюсь, на круги свои. Сейчас уже опухло щеки, она сильно спала, желтизна тоже от синяка, она уже так это пропадает потихоньку. Здесь только вот небольшой кровоподтек остался. Ну и, собственно, вот здесь когда заживет, и главное зеленку, блин, уже, чтобы смыть поскорее, чтобы ни зеленого пятна здесь не было, не круто. Ну и все, и тогда можно будет вернуться примерно через неделю в полноценную строй. Но я думаю, что уже на этих выходных я чего-нибудь постримлю. Хотя мне не очень удобно сейчас говорить, потому что я когда... Когда я стримлю, когда я вот разговариваю не просто с людьми, а именно разговариваю с вами, да, записываю видео, делаю стрим. Я повышаю голос, я говорю по-другому. Это автоматически происходит, но как бы больше идет вибраций, и поэтому я вот этой частью все это... Вот сейчас я даже это видео записываю, я вот этой частью очень сильно ощущаю вот эти вибрации от голоса даже. И это неприятные такие ощущения, поэтому особо долго ты так не поиграешь, не постримишь. Но, дай бог, кстати, спасибо вам всем за пожелания выздоровления, пожелания здоровья. Вообще положительные всякие высказывания и в инстаграме, и под предыдущим видео. Огромное вам спасибо за поддержку. Я это очень-очень-очень ценю, ребят. Спасибо вам большое. Ну вот, и мораль всей истории такова. Если что-то, не дай бог, случилось, если есть хотя бы малейшее подозрение на сотрясение, на перелом, вот на что-то это, на что-то скрытое, обязательно сходите к врачу в этот же день или на следующий день на крайняк. Обязательно. Я проворонил, я эту делал операцию уже через неделю. И, соответственно, проблем было больше, мне было больнее. В общем, это минусы, только одни минусы. Не то, чтобы тут прям все срослось и мне что-то ломали, нет. Переломы так быстро не срастаются. Но, тем не менее, пришел бы раньше, было бы чуть-чуть полегче. В общем, вот так вот. Так что, если, не дай бог, что-то случилось, обязательно к врачу проверяйтесь, потому что все может быть как-то скрыто, все может быть незаметно, не видно. Как же Гедеон-то и без морали, да, правильно? Ну вот, не могу без этого. Не могу как обойтись без того, чтобы кого-нибудь, чему-нибудь, блин, не поучить. Не знаю, это как-то встроено внутри. Ну что ж, друзья, на этом все. Встретимся в видосах. Спасибо вам всем огромное за поддержку. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова